На этих кадрах догорает центральный рынок в Северодонецке. Российские войска обстреляли самый центр города из тяжелых огнеметных систем. Торговые контейнеры вспыхнули, как спички. Лидия следит за тем, чтобы огонь не перекинулся на ее дом, хотя понимает, тушить в случае чего некому и нечем. Больше двух недель в городе отсутствует водоснабжение, нет газа и электроэнергии. Связи интернета нет еще дольше. На сегодня в Северодонецке остается около 10 тысяч людей. С каждым днем число жертв российской агрессии растет. Противник не может взять временный областной центр, а поэтому применяет тактику выжженной земли и стреляет прицельно по жилым районам в то время, когда люди выходят из подвалов, чтобы приготовить еду на кострах возле своих убежищ. Такой обстрел был. Мужчина еще, ну как, дышал вроде бы, но голова разбита. На эта самая женщина не раз сразу. Хотели по водичку сходить, на это самый, по Донецкой там скважины качают. А куда идти? А так и живем. Никуда не деваетесь при таких сильных обстрелах. Ни в подвал, никуда не спускаетесь. А если накроет полностью дом, сложится, так и останемся в подвале. Привыкли к обстрелам? Привыкли. Привыкли? К этому возможно привыкнуть. Ну а куда деваться? Ваша квартира целая? Целая. Пока. Дай Бог, чтобы и дальше целая была. В подвалах не живете? Нет. Люди живут у нас. 40 человек живут в подвале. Особенно с новых районов. Поприезжали, пришли пешком. Ну живут у нас в подвале. А куда деваться? Если все сгорело, как вот это горит. И документы все. Уже документы и взяли они. Ни одежды, ничего нет. Из-за отсутствия центрального водоснабжения люди вынуждены под обстрелами идти к скважинам или в места, где городская власть смогла установить цистерны с водой. Отремонтировать коммуникации невозможно. Слишком сильно они повреждены. И к тому же российские войска не дают режима тишины. А как? Ни света, ни газа. Вы часто ходите набирать воду вот так? Часто. И скоро заехать станем. Ни спичек, ни фонарика, ни этого нету. Как или нет? Ни свечек. Все, давайте, а то уже начинается. И как часто? Да вот как, ну три раза на день. Куда используете эту воду? Последний вопрос. Куда используете? Ну постираться, умыться, зубы почистить на худой конец. Трусы морские. Что-то сварить какую-то кашу. Используют, как вы слышите, минометы, тяжелую артиллерию. Сзади меня горит жилой дом. Это последствия того, что делают российские доемники в украинских городах Луганщины. На сегодня под контролем Украины только 10% территории Луганской области. Это город Северодонецк и села, прилегающие к нему, Лисичанск и частично Горская громада. На днях оккупанты подорвали стратегически важный мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском. По нему проводилась эвакуация населения и завозилась гуманитарная помощь. Теперь пользоваться им невозможно. Это второй раз, когда мост подрывают. То же самое было и в 2014 году. В 2016-м его удалось отремонтировать за деньги европейских доноров. Мост был очень популярным и важным до войны, ведь недалеко от него проходило железнодорожное сообщение, соединявшее область с остальными регионами Украины.